Жизнеописание пророка Мухаммада Эпизод 15 Худший день в жизни пророка, саллаху алихи вассалям После смерти Абу Талиба для пророка, саллаху алихи вассалям, настали политически сложные времена. Почему? Потому что нынешними словами Абу Талиб был визой или паспортом для пророка, саллаху алихи вассалям, для проживания в Мекке. Абу Талиб был его защитником, когда все хотели выгнать его из Мекки. Никто из старейшин Мекки не хотел, чтобы пророк, саллаху алихи вассалям, находился в Мекке. Итак, после смерти Абу Талиба положение пророка, саллаху алихи ва салям, стало плачевным. Абу Талиб ушел в месяц с Шавали, и через несколько недель пророк, саллаху алихи ва салям, потерял и свою жену Хадиджи, то будет доволен ей Аллах. Когда Абу Талиб ушел из жизни, проживание в Мекке стало невозможным, потому что не было того, кто мог бы защитить пророка, саллаху алихи ва салям. И тогда пророк начал задумываться о переезде из Мекки в другое место. Первый город, который пришел ему на ум, был город Таев. Пророк, саллаху алихи ва салям, решил покинуть город в тайне. Он не стал опубликовывать это. И они за это бен Хариса ушли пешком, чтобы не было никаких подозрений, чтобы никто их не заподозрил. Путь пешком занимает полтора или два дня. Они представили себя перед лидерами Таефа. Их было трое, три брата, Абдьялиль, Масуд и Хабиб, сыновья Амра. Пророк, саллаху алихи ва салям, собирает всех, говорит им, что он в городе, и что ему нужно переговорить с ними, и представляет себя троим братьям. Также он сообщает им о послании, с которым он пришел, и призывает их принять его религию. Но они отвергли его, и вдобавок стали его высмеивать. Один из них сказал, «Если Аллах отправил тебя как посланника, то тогда я могу снести шторы Каабы». Второй добавил, «Неужели Аллах не нашел никого получше тебя?» А третий сказал, «Я не хочу с тобой разговаривать, потому что если ты действительно пророк, то ты слишком святой для меня, а если ты лжец, то ты ниже моего достоинства, чтобы я отвечал тебе». Все трое издевались над ним очень унизительно. Поняв, что он не сможет на них повлиять, пророк, салулаху алейхи вассалям, встал и собирался уйти, сказав напоследок, «Хорошо, если вы отвергаете мое послание, то прошу вас не говорить с хурайшитами о моем визите». По достоверным сообщениям он не покинул Таиф сразу же. Он оставался там около недели. Он проповедовал там неделю, и по достоверным сообщениям некоторых мусульман из Таифа приводится, «Я помню, как пророк, салулаху алейхи вассалям, читал наставления в Таифе на рынке, но никто не отвечал на его призыв. Никто из жителей не принял ислам». И в одном из таких случаев, когда появляется кто-то с желанием принять ислам, это приводило толпу в гнев, ведь даже лидеры отвергли его. Он остался в городе, чтобы призывать остальных. И когда появилось несколько людей, готовых принять ислам, лидеры Таифа забеспокоились. Они отправили толпу бандитов к пророку, салулаху алейхи вассалям. Вам знаком этот тип людей, которым нечем заняться? Они приказали выгнать пророка, салулаху алейхи вассалям, из города. И здесь происходит случай, о котором мы все знаем. Они пришли и закидали его камнями. И Зейд Ибн Хариса хотел защитить его, но и его самого ранили с ног до головы. Пророк, салулаху алейхи вассалям, истекал кровью, и его сандалии были пропитаны кровью. И защищаться от этой толпы, которая бросает в них камни, было невозможно. Они преследовали их, пока те не покинули город. Есть очень красивое высказывание о Таиши, «Да будет доволен ей Аллах», которое приводится в хадисе Бухари, где Аиша обращается к пророку, салулаху алейхи вассалям. «О посланник Аллаха! Были ли дни хуже и труднее, чем в день Ухуд?» Во время битвы Ухуд пророк, салулаху алейхи вассалям, был на грани смерти. Его ранили два-три раза. И пророк сразу же ответил «Да». «Твои люди ранили меня очень сильно». Самый сильный гнев во мне был в день Акаба. Акаба – это место, где его забросали камнями. Это было за пределами Таифа. В тот день я посетил Абдиалиль ибн Абдухуляля. Они отвергли меня, и я был огорчен и расстроен. Я не понимал, где я находился, пока не достиг до Карна-Саалиб. Карна-Саалиб – это место в 7-8 километрах от города Таиф. В наше время мы называем это состоянием шока. Здесь происходит случай, о котором мы все знаем. История о том, как пророк, салулаху алейхи вассалям, увидел убежище. Он увидел тень. Он сел под деревом, которое находилось в саду. Он не знал, что этот сад принадлежит Удби ибн Абишеби, который приходился дальним родственникам, двоюродным братом его отца. И здесь пророк, салулаху алейхи вассалям, сел и произнес свое знаменитое дуа, которое упоминается в серии Ибн Исхака. «О, Аллах, я жалуюсь тебе на свою слабость, скудные силы и бесчестье среди людей». «О, милосерднейший из милосердных! Ты Господь слабых! Ты мой Господь! Кому ты верил в меня, о Аллах? Кому я могу обратиться, кроме тебя? Далекому ли, который хмурится при виде меня? Или же близкому, которому ты отдал во власть ламы? Если ты не гневаешься на меня, то мне не о чем беспокоиться. Но если ты избавишь меня от подобного, мне будет легче. «Аллахума, инни ауузу би ваджхик!» Прибегаю к защите света лика твоего, «Который разгоняет мрак и приводит в порядок дела мира этого и мира вечного». От того, чтобы настиг меня. «Ан янзила би гадобук, ау яхилла би сахатук!» «Твой гнев или настигла твоя ярость?» «Ради тебя я буду отказываться от ненавистного тебе, чтобы ты был доволен». «Нет силы и мощи ни у кого, кроме тебя». Пророк, саллаху алейхи вассалям, произносит эту дуа под деревом и не знает, что это дерево принадлежит его дальним родственникам Удби и Шейби и Бнарабии. Они увидели пророка, саллаху алейхи вассалям, истекающим кровью от того, что его забросали камнями. Они увидели его сидящим возле дерева. Они пожалели своего брата по крови. Он приходился им двоюродным или троюродным братом. Он был из хурайшитов. И так они решили подарить ему фруктов из своего сада. Они отправили к нему слугу по имени Аддас. А Аддас был иракским христианином. Аддас подходит к нему, вручает фрукты и говорит, «Это подарок от моего хозяина». И пророк, саллаху алейхи вассалям, берет фрукты и начинает их есть со словами «Бисмилля». Аддас в удивлении спрашивает, «Что это за слово?» Пророк, саллаху алейхи вассалям, отвечает, «Это то, чему научил меня мой Господь». «А откуда ты родом, Аддас?» «Я из Нинива». Пророк, саллаху алейхи вассалям, улыбнулся и произнес, «Из города Юнуса ибн Матта». Аддас снова удивился и спросил, «Откуда ты знаешь Юнуса ибн Матта?» Никто из жителей не слышал про Юнуса ибн Матта. И пророк, саллаху алейхи вассалям, ответил, «Как же мне не знать Юнуса, алейхи вассалям? Ведь он мой брат, а я его брат. Мы оба являемся посланниками Аллаха». После этих слов Аддас сразу же начал целовать ноги пророка, саллаху алейхи вассалям. Это было обычаем у христианинов, как знак уважения взрослым, раввинам и священникам. Он уверовал в него в тот же миг. Это был знак для пророка, саллаху алейхи вассалям. «О, Расуллиллах! Даже если твои люди, кто являются очень близкими тебе, в Таефе и Мекке, отвергли тебя, зная, что ты на прямом пути, и что даже совершенно чужой человек из дальних краев, из другого мира, даже эти люди уверуют в твою правду. И придет время, когда люди из Ирака даже с этих дальних краев примут ислам. Даже если твои люди тебе отказывают сейчас, скоро тебя признают даже чужие». Оба хозяина смотрели с удивлением на своего раба, которого они отправили с фруктами. А тот вдруг начал становиться на колени и целовать ему ноги. По его возвращении они спрашивают у него, «Горе тебе, почему ты целовал ему руки и ноги?» Адас отвечает, «О, мой хозяин, на этой земле нет никого лучше, чем он». Он сказал мне вещи, которые только пророк мог знать. Те ответили, «О, Адас, он заворожил тебя от твоей религии. Твоя религия лучше, чем его религия». Позднее они хотели уговорить его отказаться участвовать на войне Бадра. Адас отвечает, «Вы хотите, чтобы я боролся против этого человека, кто сидел под деревьями? Клянусь Аллахом, даже горы не смогли бы причинить ему боль». Он отверг своих хозяев, а его хозяины, в свою очередь, встретились со смертью на войне Бадра. ЛОХОТ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok